Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Киноконцертный зал Панорама продолжит удивлять тверичан и в новом 2020 году. Как? Расскажет арт-директор ККЗ Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами немножко поговорим о джазе. Что это за понятие и откуда вообще взялось слово джаз? Слово джаз само по себе не имеет какого-либо глубочайшего значения либо истоков. Его происхождение до сих пор порождает множество споров. По одной из легенд, Кларес Уильямс, один из основателей этого направления, употребил слово джаз в одной своей композиции и оно буквально разлетелось в разговорной речи того времени. А после стало названием целого направления любимого и узнаваемого всеми зрителями музыкального стиля под названием джаз. Несмотря на то, что изначально джаз считался музыкой афроамериканцев, мы понимаем, что в нем буквально происходит слияние музыкальных течений со всего мира. От европейской камерной музыки до афробита. А вот одна из цитат известного джазового музыканта Луис Армстронг как-то в ответ на вопрос, а что же все-таки такое джаз, ответил. Если вы задаетесь этим вопросом, то вы никогда не поймете, что такое джаз. Интересно, но благодаря джазу в Америке появились фокстрот, Чарльз Тон, аргентинская танго. Удивительно, но во времена расцвета джаза женщины стали вести себя более свободно. И еще более удивительно, что во времена расцвета джаза женщины получили право голосовать на выборах. По моему мнению, безусловно, это совпадение, однако, как знать. А мне вспоминается один интересный случай, который произошел на концерте известного также джазового музыканта Игоря Бриля. По окончанию концерта, когда публике не хочется расходиться, когда в зале звучат еще отголоски исполняемой программы, музыканты ловят минуты счастья, на сцену поднялся маленький мальчик и принялся что-то искать. На вопрос маэстро мальчик, что же ты ищешь? Он ответил, я ищу нотки, по которым вы играли. А нотки здесь, ответил Игорь Бриль. Вот в этом и заключается джаз. Итак, дорогие друзья, 21 февраля нам с вами посчастливится увидеть один из самых звездных джазовых коллективов. Это оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. В киноконцертном зале «Панорама» мы посетим своеобразный музыкальный джазовый музей. Ведь по праву можно сказать, что этот именитый звездный коллектив предоставляет нам уникальную возможность услышать, понять, почувствовать и погрузиться в исполняемую программу так, как она звучала именно в ту эпоху, когда была написана. Творческая концепция коллектива заключается именно в этом. Исполняемые произведения, которые принадлежат эпохе свинга, звучат в оригинальных обработках и аранжировках. Руководителем и основателем коллектива явился известный джазовый музыкант России Федор Лешкевич. Интересный факт, но первое высшее образование Федора Лешкевича – это технический университет имени Баумана, который он успешно закончил. Но музыка все-таки взяла верх. И он объединил вокруг себя таких же влюбленных в джаз талантливых музыкантов, которые умеют отобразить все принципы звучания этого направления. Очень важно, что эти музыканты также в совершенстве владеют искусством импровизации. Именно эти таланты и эти возможности дали коллективу так быстро взлететь на звездный небосклон известных российских коллективов. Ведь столичный джаз под управлением Федора Лешкевича существует сравнительно недавно. Однако он завоевал и любовь, и признание слушателей и зрителей. И нам с вами предстоит в этом убедиться. 21 февраля в 19 часов встреча с оркестром столичный джаз под управлением Федора Лешкевича. А сейчас наша традиционная рубрика «Кинообзор», что сегодня идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Расскажу прямо сейчас. Главный герой мультфильма Лэнс Терлинг – лучший в мире тайный агент, стоящий на страже спокойствия и безопасности людей. Он обладает бесконечным обаянием, носит черный смокинг и любит шик. Кто еще в мире, кроме великолепного Лэнса, справится со сложнейшими заданиями? Только он – супершпион. Лэнс много времени посвящает совершенству своего тела. Он коммуникабелен и успешен. Легендарный шпион. Всегда одет с иголочки. Уолт Беккетт. Уолт Беккетт – полная противоположность Терлинга. Классический ботаник, замкнутый, нерешительный и странный. Но при этом социопат Уолтер наделен незаурядным умом. Парень разрабатывает уникальные гаджеты, которые супершпион использует в своих миссиях. Это преступная трата денег налогоплательщиков. Однажды над всем человечеством нависла смертельная угроза. И Терлинг берется за дело. Агенту необходимо спасти мир, оставаясь абсолютно незаметным для злодеев. Уолтер с помощью своего изобретения превращает Лэнса в птицу обычного городского неприметного голубя. Героям, немного безумному ботанику и крутому шпиону необходимо стать одной дружной командой, чтобы успешно выполнить задание и спасти мир. Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж, хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна. Я хочу найти паспорт до свадьбы. У Марины есть тем желаний, но главное стать счастливой. У меня свой марафон. И две недели не живу, чтобы платье влезть. Это я обещала. Правда, чуть подороже вышло. В один миг судьба вносит корректировку в этот план. И при поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансис, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей становятся только началом ее пути к настоящему счастью. Ради бога, там какая-то ошибка произошла. Вы мое место забрали. Давайте поможем женщине. В смысле женщине? Просто с периферией недопоняла. В какой такой периферии? А вы что обзываетесь? Нет у меня никакой периферии. Я среди работы, у меня медкнижка. У меня манту ни разу не вспухала. Марина. Александр. На этом у меня пока вся информация. Увидимся с вами в следующем выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова